Зимняя трасса, автобус Акробаты. Эти слова возвращают всю Югру в события трехлетней давности. В 2016-м, неподалеку от Ханты-Мансиска, Тралл въехал в автобус с чемпионами, которые возвращались в родной Нефтеуганск соревнований. Погибло тогда 12 человек, и 10 из них дети. Это были подающие надежды спортсмены и выдающиеся в своем деле педагоги. О том страшном дне теперь в Нефтеуганске напоминает стеллы жизни в честь юных акробатов. Этот день стал народным днем траура и скорби, а жизнь семей навсегда разделилась на до и после. Кто-то из них вернулся в спорт, другие до сих пор пытаются восстановиться после тяжелейших травм. Как сегодня живут те, для кого 4 декабря 2016-го навсегда стал переломным в материале Ольги Придохи. Все дети были разносторонние. Вот это вот, например, портрет рисовала девочка Гавхар Аргашова. Вот, нарисовала. То есть они не только в спорте были, они и учились все хорошо, и времени хватало на другие занятия. С большой гордостью Олеся Просвиркина показывает аллею славы своих детей Вероники и Данила. Выбиваются разве что на полках для наград две золотые медали, датированные 4 декабря 2016-го года. Для тогда еще 8-летней Вероники это золото стало переломным, для 14-летнего Данила – последним. В аварии под Ханты-Мансийском Владимир и Олеся Просвиркины потеряли сына и едва спасли дочь. 4 декабря, 3 года назад, на трассе под Ханты-Мансийском автобус с чемпионами попал в жуткую аварию. Большой трал, перевозивший гусеничный вездеход, ударился об автобус с детьми. Как выяснилось потом, незакрепленный вездеход протаранил перевозчика. Сразу после автобус с детьми отбросило на идущую следом фуру, после чего просто разорвало на части. В этой трагедии погибли 12 человек, 10 из них – дети. В их числе был и Даниил. Жизнь, конечно, остановилась, наверное, вот в тот момент. Потому что были здоровые дети, то есть мы не знали, что такое больница, никогда не болели. И тут полностью вообще лежит ребенок, да, и вот беззащитный. И не знаю, что будет дальше. Веронику тогда в тяжелом состоянии доставили в больницу. В Ханты-Мансийске, а затем в Москве, в клинике имени Бурденко, девочка перенесла несколько сложнейших операций на голове. Слева вместо черепной кости у нее теперь титановая пластина. Врачи, как бы надежд там сильных не давали, честно говоря, что если будет ходить, то неизвестно, как она будет ходить. Ну, меня этот вариант, честно сказать, не устраивал. Потерять сына и потом, чтобы была дочь инвалидом, меня такой вариант не устраивал. Ну, я начал сам вспоминать все, что я мог. Спустя несколько месяцев чудо поверили и врачи, которые на выписке собрались всем составом, чтобы увидеть, как маленькая девочка садится на шпагат. До новых побед ей тогда было далеко. Вместе с папой Вероника заново училась говорить, ходить, держать в руках ложку и мечтать о большом спорте. Тяжелее всего восстанавливалась правая рука. Она смотрела на руку в слезах, ревела, смотрела. Я говорю, заставляю руку поднимать головой, мыслями заставляю. Вот она вот лежала, лежала, руку так перекинула. А когда перекинула, она еще сильнее от радости начала реветь. Я ей сказал, вот видишь, можешь. Ну, и с того времени как бы все пошло, пошло, пошло. Я как бы почти все детство провела тут. Ну, акробатикой занимаюсь. И как бы меня тянет. Спустя время Вероника вернулась в зал. О полноценных тренировках тогда говорить было рано. Тем более, что бессменный тренер девочки Оксана Некрушец еще не возобновила работу. 4 декабря она тоже была в том автобусе вместе с воспитанниками и своим сыном. Он погиб, а женщина получила травмы, которые давали ей только один из сотни шансов на жизнь. На страх и риск под свое крыло Веронику взяла Виктория Хакимова, тренер и ученица Оксаны Некрушец. Незадолго до аварии она насовсем переехала из Нефтьюганска в Сургут. Но когда случилась беда, девушка без раздумий вернулась обратно. Оксана Михайловна меня воспитывала. Воспитала из меня спортсменку, мастера спорта по акробатике. После этой трагедии просто не смогла, наверное, остаться в другом городе. Мне хотелось помочь своей родной школе, родным людям. Сегодня в небольшом спортзале, а спорткомплекс «Сибиряк» до сих пор закрыт и пока не отремонтирован, каждый день из сбалмошных ребятишек воспитывает именитых акробатов та самая Оксана Некрушец. В жизни она скромная, все больше молчит, нехотя вспоминает хронологию последних трех лет и, приглушая слезы улыбкой, добавляет. Сюда она идет хотя бы ради Вероники. Это ее единственная воспитанница, которая после аварии вернулась в спорт. Надо было работать, чтобы меньше думать о том, что произошло, чтобы как-то себя вытаскивать из того, где я очутилась. Потому что, конечно, я привыкла вести активный образ жизни, а там я была практически не двигалась. Совсем другая она на тренировке. Молчание сменяется скупыми и где-то даже жесткими замечаниями, задумчивой сосредоточенностью над каждым движением своего подопечного. Так ты сейчас и там не постаралась, я втянула свечак через сумму, провалилась вся. Акробатика – спорт для сильных, повторяет тренер, и жалеть детей – это губить их талант. Совсем недавно ее воспитанники вернулись с первенства округа по акробатике. Такого же, как три года назад в Хантамансиске на этот раз соревнования прошли в Лангипасе. Ее ученики по традиции многих лет вновь стали чемпионами, в их числе и Вероника. В ее семье, кстати, недавно тоже случилась большая радость. У девочки появился младший брат. Назвали его Никитой в честь друга Данила. И теперь у Вероники осталась еще одна мечта, которую она пообещала исполнить своему погибшему брату три года назад – стать мастером спорта по спортивной акробатике. Ольга Придоха, Игорь Батищев, телерадио «Компания Югра». И это больше, чем новости из Нефтьюганска. Субтитры создавал DimaTorzok